И лишь утратив всё до конца, ты обретаешь свободу. Чак Паланник. Наверное, именно этой цитатой можно объяснить мою склонность к деструкции. Я человек очень свободолюбивый, и я стараюсь все свои материальные блага сделать максимально надёжными, чтобы они не только расширяли мои возможности, грубо говоря, делая меня сильнее, но и при этом не ограничивали меня в свободе. Таким образом, как и всё в этом мире, секрет идеальной формулы свободы кроется в балансе множества факторов. Это видео очень важно для моего канала, так как есть тут полно людей, которые критикуют внешность, собственно, например, мои тырки в частности. Есть особые уникумы одноклеточные, которые полагают, что он и вовсе гроша ломаного не стоит. И вот, собственно, это видео призвано на мой канал пояснить всем насчёт моей философии по отношению к вещам, чтобы всем всё раз и навсегда стало ясно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мне кажется, вполне хорошее место для парковки. Ну и, ребят, скажите мне, где вы увидели хотя бы одного владителя BMW, Mercedes, ну, про Геленваген, да, помолчим, который смог бы вот это вот сделать? Они же за каждой коцки переживают. Каждая царапинка. И многое зависит не от них. То есть, впереди идущая машина, оп, щебёнка вылетела, оп, там кто-то впилился тебе в зад. Это всё неприятно и это всё страшно. Мне не страшно ничего. Попадос на бабки с этой телегой невозможен. Все мы знаем, что такое стиль. И стиль, как правило, это не просто закономерный внешний вид. Это и какая-то своя идеология, принципы и философия. Для многих людей очень важно, чтобы вещь вот выглядела как новенькая, с иголочки. Важен лоск. Для меня же, ну, вот я получаю колоссальное удовольствие, когда ощущаю вот, как сказать, сопротивление материи. Понимаете, когда жмёшь полный газ, мотор ревёт, пыль, там, вибрации, бешеные нагрузки. И вот ты всё вот это ощущаешь, как каждый атом, каждый атом твоей вещи напряжён и, сука, она продолжает работать. Понимаете, в любых условиях, что бы ни происходило, вещь продолжает делать то, что должна делать. То есть неважно, в какие условия ты её загонишь, неважно, что вообще происходит, вещь всегда будет выполнять положенные функции. И это, опять же, повторяюсь, дают свободу. А касательно коцак, ну, это неизбежно. Каждые царапинки, всё это, это же, более того, ещё и история. То есть с каждой царапинкой, с каждой вмятиной была связана, опять же, какая-то история. И, по-моему, это очень даже как-то мило, на самом деле. И сентиментально. То есть не всё это так страшно, не всё это так по-гоблински. Боевые шрамы. Шрамы, говорят, украшают мужчину. Чем техника хуже? У неё должен быть мужской характер. Смотрите, здесь чё-то сдохло. Тупо вот здесь такая насыпь, куча земли. Вот уже похоронено какое-то существо. Макс, блин, это тоже интересный всякий раскоп. Ну да. Ну что? Здорово. Просто мне тоже. Видишь, тут тоже его косточки. Смотри, какую ферню нашёл. Это по-любому надо на девятку присрать. Видал? Ты искал. Ну я хотел череп найти. Череп в этом нет. Череп какой-нибудь коняшки. Интересно, реально, от кого это? Надо будет домой прийти и зачистить всё это. Ну, чтобы продезинфицировать, так сказать. А пока я это отложу куда-то сюда. Просто взял из одного места и переложил в другое. Ещё хотелось бы добавить, что темпы жизни-то ускорились. Очень часто приходится делать всё быстро и думать о том, что о какой-то вещи сейчас надо позаботиться. Аккуратно положить, аккуратно сделать это, аккуратно закрыть. Ну, честно сказать, лично мне это очень мешает. И мне проще сделать так, положить и пойти делать дела дальше, собственно. Понимаете? То есть... Это свобода, ребята. Вот свобода. Ещё очень часто люди неуважительно относятся к колхозу. И я это тоже не совсем могу понять. Я бы для себя разделил колхоз, так сказать, на две категории. Колхоз, когда хоть бы как, лишь бы сделать. И колхоз, когда реально получается лучше, чем с завода. И это, по-моему, реально достойно уважения. Но, как оказывается, не для всех. Вот недавно... Нет, давно. Но я переваривал бугель на тырке. То есть он получился намного короче. И многие люди это засрали. Хотя на самом-то деле получилась ручка очень удобная для того, чтобы его вытаскивать из какого-то болота, из грязи. Помимо этого, сам хвост укоротился. Из-за этого при перегазовках он у меня не будет цепляться за холмы. И рама будет испытывать меньшие нагрузки. И плюс там еще наварены по бокам усиления. То есть все получилось только лучше, реально. Но, тем не менее, это люди засрали. Для меня первостепенную важность играют практические функции вещи. То есть, вот, например, в недавних видео было, как у меня порвалось сидение на тырке. И это да, это реально мешало, и поэтому я это исправил. То есть в следующих видео уже с сидением я разобрался. Но такие моменты, как, например, грипсы, вот это я вообще понять не могу. Очень многие бомбят, говорят, типа, поменяй грипсы, поменяй грипсы. Это эндурокорч. Нахрена? Нахрена здесь менять грипсы? Это можно просто тупо разориться на замене грипс. Каждую покатушку их менять. А они что, собственно, должны делать? Они должны не скользить. И они должны быть, ну, более-менее удобны. Ну, то есть как? Все свои функции они выполняют. Зачем их менять постоянно? То есть тырка просто делает свое дело исправно. А цеплять телочек, знаете, ну, тырка это птица не того полета. О боже, я поцарапал машину. Что же теперь делать? Многие относятся к технике как к чему-то одушевленному. Я же отношусь к ней просто как к куску железа. Ну, то есть техника – это техника. Она должна делать свою работу, ну и ничего более. То есть, повторюсь, в главных вещах для меня – это надежность. И как бы можно даже не отходя от кассы, вот, часы мои. Максимально строгие, простые Casio G-Shock, ну и неубиваемые. Что там под рукой еще есть у меня? А, телефон. Это обычный iPhone 5s, но у него кейс Caterpillar Active Signature. Тут, короче, такой пластик. Тут алюминий. И все это очень продумано, потому что, когда здесь, например, образуется вмятина, этот пластик ее абсорбирует и не передает на корпус телефона. И капец, сколько этот телефон реально пережил. И с обрывов летел, и со ступенек. То есть я все это вставлю, что еще на видео записалось, а еще и по жизни сколько падений встречалось. То есть тоже охеренная вещь. И каждая коцка, опять же, тоже с ней связана какая-то история. И, по-моему, это очень круто. Что там? Кошелек. Кошелек. Посмотрите на его состояние. Я его выкупил у своего друга. Реально купил, потому что мне он, не знаю, мне кажется, в этом стиле что-то есть. Это, по-моему, красиво. Ну, не знаю, может быть, не каждый это понимает. Не каждый видит в этом какую-то красоту. Но мне нравится. Еще очень будет сочетаться с моей машиной, когда я ее переделаю под постапокалиптичный стиль. О, камуфляж. Камуфляж мой. Сколько ему лет. Ту и вахуча. Можно посмотреть старые видосы, когда я еще стал Кирилл. И он все еще до сих пор со мной исправно служит. Сколько здесь всяких коцек. Сколько все зашито. Но, тем не менее, он продолжает мне сложить. Можно даже посмотреть на разницу тканей. Вот такая она была изначально. Вот настолько она сейчас выцвела. То есть, и это не грязь. Если его постирать, он реально такого же цвета и останется. То есть, и он продолжает мне работать. Это не какой-то пидорский шмоц, который хипстеры покупают в магазинчиках модных. Это реально, сука, военный камуфляж. И это, черт подери, круто. То есть, я стараюсь сделать так, чтобы все мои вещи было практически невозможно потерять. И таким образом получается, что они просто расширяют мои возможности. И никак не ограничивают меня в свободе тем страхом, что в какой-то момент я не смогу ими воспользоваться. И вот именно так я интерпретирую вот это слово «свобода», которое я постоянно упоминаю по отношению к вещам. А вот, например, экшн-камера. Моя Сонька. Самая первая модель. AS15. Качество, конечно, уже, ну, дерьмовое. Будем говорить прямо. То есть, пора уже покупать мне новую камеру. Но, тем не менее, говоря о качестве, да, насколько, черт подери, она неубиваемая. Она все это время у меня на шлеме без кейса была прикреплена. Все абсолютно целое, работоспособное. Сколько ей уже лет вообще? С ума сойти. Сколько дерьма воды попало в микрофон. Все равно работает. Тут еще нету брызгозащиты, как на новых моделях. Но при этом, при этом, когда мы собирали дырку в Акса из Жени из Harden Self Motors, я в гараже оставил эту камеру с шлемом вот так вот на земле. А там, короче, зима была, да? Все растаяло весной. То есть, камера сначала примерзла в луже, потом весной все это растаяло, и камера лежала просто в воде. И я думал, что все, и капец. И есть даже видео, где я, собственно, уже похоронил ее. Сказал, что все, камере конец, буду покупать новую. Ну, естественно, как вы знаете, в жизни так не бывает, что все было хорошо. Ну, как бы, и все. Обязательно произойдет что-то плохое. Вот, короче, шлем. Моя камера, которая к ней была прикручена. Ну, он меня закрывает, но это, в принципе, ничего страшного. Вот тут весь гараж был затоплен. Весь. Вот здесь видно даже вот это лужа какая-то. Причем именно в этом месте вот такая вот лужа. Вот тут еще лед. И у меня шлем. Экшн-камера сюда. Собственно, лежал на земле. И камера просто в воде вот замерзла. Я ее сейчас достал. Естественно, она не включается уже. Ну, возьму домой. Попытаюсь. Экшн-камера не включится. Попытаюсь не что-то. Я, конечно, хотел себе новую экшн-камеру, но, блин, с двумя камерами было бы типа круче снимать, чем просто с новой. Зарядил аккум, а она пашет до сих пор. Вот я ее даже сейчас включу. И смогу как раз сказать про стедикам, на который мы сейчас снимаем. Это КВС. Калининградская компания. И выбирал я его тоже. Исходя из своих принципов надежности, да. Это авиационный алюминий. Никаких композитных материалов. Во второй же день он у меня, черт подери, упал с двухметровой высоты. Погнулись там все трубы. Фотку приложу. Я их выгнал, обатрию обратно. И опять же, русские ребята, Калининград, я им написал сразу. Они мне все рассказали. Я их просто не совсем правильно собрал. Вот тут вот есть моторчик. Моторчик Роу. Я перепутал его, перекрутил. И из-за этого стедик неправильно работал. Я подумал, что что-то случилось с электроникой. И написал ребятам, они мне все объяснили, что скорее всего я просто перекрутил моторчик. Я в итоге все исправил, собрал обратно. И он теперь пашет вообще как новый. По нему даже не скажешь, что он вместе с камерой упал, черт подери, с двух метров. Вот он пашет. Я с самого начала знал, что мне, черт подери, понадобится ремонт когда-нибудь. И наверняка не один раз. То есть с моими покатушками и так далее. А это Саша, и он ему достался бесплатно. Еще один важный нюанс. Я не отношусь к вещам, как к чему-то такому, что ты купил, попользовался и слил на Авито. Я к вещам сильно привязываюсь. Скорее всего из-за того, что если я выбираю какую-то вещь, то значит я нахожу в ней что-то общее со своим характером и жизненными позициями. Посмотрите даже на мой тырыч, да? По нему видно, что мне очень важна тяга к прогрессу. Ну посмотрите опять же на тюнинг, дорогущие колеса, новый мотор, подвеска и надежность опять же, надежность. То есть тут даже объяснять не надо. Репетисты. Вот вы смотрите на Ирбис и думаете, что я с ним слишком жестко обращаюсь. А вы посмотрели бы на мою жизнь? То есть работа чуть ли не на износ по 9 часов каждую ночь с полуночи до 9 утра в Макдональдсе. То есть моя работа это, грубо говоря, смешать техника и уборщика. Вот этим я занимаюсь 9 ночных часов каждый день. К этому можно прибывать домашние задания, заказы по видео и останется ли у меня свободное время. Вот то-то же и оно. У меня сейчас нет ни личной жизни, ни досуга, вообще нихрена. Мне почти всегда тяжело соображать, синтезировать свою речь. И просто потому, что я практически всегда упор. И, ну, понятное дело, что так будет не всегда. Потому что хочется еще и пожить все-таки немного. Но сам факт того, что я могу отказаться от всего и ебошить тупо до потери сознания во имя какой-то своей цели и общего прогресса, это очень похоже на меня и, соответственно, на мои вещи. Слышишь, парни, а что это такое у тебя там, а? Драчископ 3000. Драчископ, а что это я слышал такое? Драчископ. А, это же этот, который еще выпускает, да, чтобы снимать, да? Да, да. О, как интересно, это что-то. Ох ты. А то вот мы вон за мужиками там собираемся, там же это нудики, да. Сколько жрет, сколько прет? Сколько жрет. Кстати, да, сколько жрет? Сколько, как? Сейчас, как ты его дотом. 5 литров на сотню. 100 километров проходишь и все, 5 литров. На сотню рублей? Или как? Миллиметров. Миллиметров, да? Нормально. А у меня был такой, у меня был такой, на самом деле. Ну, мы, знаешь, мы... Советский такой, да? Да, да. У меня батя работал, это, на заводе. Да, и он сбезет туда, это, такой, выня. Вот. Работал, работал, и вот. Ну, как я уже сказал, я к вещам сильно привязываюсь. И это очень полезно, на самом деле. Потому что ты, грубо говоря, знаешь ресурс каждого узла. Ты знаешь каждый болтик, скажем, машины, мотоцикла, вообще какой-нибудь сложной конструкции, знаешь ее наизусть. И таким образом ты никогда не пропадешь, просто потому что ты знаешь, на что вещь способна, что может сломаться, что может не сломаться. Что лучше с собой взять, например, на дальняк, а что можно не брать, да? То есть это очень полезно. Ну, а касательно Ирбиса, он мне стал уже родным пиздюком прям. То есть столько сил и идей в него было вложено, помимо денег. И я даже как вижу свое будущее, я хочу его сохранить вообще до конца. Не хочу ни продавать, ничего. То есть у меня будет два мотоцикла, допустим, какой-нибудь CRF 450X и Ирбис. А если там совсем уже разбогатеют, то у меня будет здоровый такой гараж. Ирбис будет стоять на пьедестале. И вокруг него, короче, всякие Ямахи, Кавасаки и Хонду. Вот так я это вижу, короче. Ну и кто скажет, что он не доживет до этого времени? Ну, ребят, покуда на него будут запчасти, он будет жить. Как и все, что угодно, что у меня есть. Потому что любую вещь я выбираю как бы с умом. Подхожу к этому серьезно, под себя выбираю. Домиа кэрэсэмфэк. Такие вот часики. Такие дела. В общем, прошу сделать вывод из всего вышесказанного и понять, что то, каким вы видите Ирбис и вообще какие-либо мои вещи, это не пахуизм, а скорее напротив. Это образ жизни к тому же. И обтирая, так сказать, мои вещи, вы отчасти обтираете и меня. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Ставим лукасы, если хотите. Если хотите, не ставим лукасы. Вот. Всем удачи и пока. Все? Нормально? Субтитры сделал DimaTorzok